Всем привет! Сегодня готовлю пасхальный кулич из топного слоеного теста. Кулич получается не просто вкусный, а очень вкусный. Состав рецепта вы также можете посмотреть в описании под видео. Сделаем для начала опару. Молоко подогреем, добавим дрожжи, 1 столовую ложку сахара, 1 столовую ложку муки. Перемешаем венчиком, чтобы не было комочков. Оставим на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать. Растопим сливочное масло. В миску разбиваем 2 яйца и добавляем 2 желтка. Добавляем сахар. Взбиваем миксером до растворения сахара примерно 1 минуту. В глубокую миску просеем муку, добавим соль и перемешаем. Сделаем углубление, добавим подошедшую опару, яичную массу. Все перемешаем. Добавим остывшее сливочное масло. Перемешаем, соберем в один колобок. Тесто выкладываем на стол и начинаем хорошо вымешивать тесто. Тесто сначала жидковато, сильно липнет к рукам, но муки больше добавлять не нужно. Чтобы облегчить процесс замешивания, руки смазываем растительным маслом в небольшом количестве. Тесто в процессе замешивания остается эластичным и перестает липнуть к рукам. На замешивание у меня ушло примерно 15 минут. Чтобы узнать, что тесто вымешано хорошо, нужно осторожно растянуть тесто. Если тесто хорошо тянется и не рвется, значит тесто готово. В глубокую миску смазываем растительным маслом, укладываем тесто. Закрываем крышкой и убираем в теплое место для подъема на 60 минут. Изюм промоем, обсушим. Грецкие орехи порежем мелко ножом. Прошло 60 минут, тесто увеличилось в объеме. Перекладываем на стол посыпанной мукой. Разделяем на части, отрезаем кусочек теста и укладываем в форму, в которой будем выпекать кулич. Тесто должно занимать 1 треть формы. У меня получилось 3 кулича. Достаем тесто из формы и укладываем на стол. Дадим тесту отдохнуть 15 минут. Берем кусочек теста и раскатываем пласт. Раскатываем очень тонко, так что даже просвечивает стол. Тесто податливое, эластичное, хорошо тянется. Раскатать его не составит труда. Кладем размягченное сливочное масло и разравниваем равномерно по пласту тесто руками. Равномерно укладываем изюм. Подготовленные измельченные орехи. Скручиваем в плотный рулетик. Все то же самое проделываем с остальными кусочками теста. Форму я нарастила бортики при помощи пергаментной бумаги примерно на 3 см. Берем рулетик теста. Острым ножом разрезаем напополам. До конца не дорезаем примерно 15 мм. Начинаем формировать кулич. Вкручиваем получившуюся полоску до неразрезанной части. Это будет дно кулича. Далее формируем выше. Стараемся укладывать так, чтобы разрезанная часть была наружу. Край прячем в середину. Тем самым делаем холмик. Получилась вот такая розочка. Укладываем в форму. Готовые куличи укрываем полотенцем и убираем в теплое место подняться примерно на 60-90 минут. Чтобы куличи подняли быстрее, я их поставила в духовку. Закрыла полотенцем и поставила банку с горячей водой. Иногда подогревала духовку. Куличи у меня поднялись за 60 минут. Я их убрала из духовки и поставила в духовку разогреваться. Духовка разогрела и ставим куличи в разогретую духовку до 200 градусов. Выпекаем 10 минут. Затем температуру снижаем до 180 градусов. Закрываем фольгой, чтобы верх не подгорел. И выпекаем до готовности. У меня ушло еще 30 минут. Кулич самый маленький я вытащила через 20 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Готовые куличи укладываем на полотенце боком. Даем не мастыть, изредка их шевелим. Готовим глазурь. В огнеупорную миску переливаем 2 белка. Добавляем 125 грамм сахара. Взбиваем венчиком примерно 1 минуту, чтобы разошелся сахар. Миску ставим на водяную баню, так чтобы миска не соприкасалась с кипящей водой. Взбиваем венчиком, проверяем на ощупь температуру яичной массы. Если будет сильно горячо, нужно снять. Взбиваем, пока глазурь будет при стекании у основания складываться ближечкой. Такая глазурь после застывания совсем не крушится на куличе. Глазурь готова. Смазываем куличи при помощи силиконовой кисточки. Я еще сделала потеки. Украшаем по своему усмотрению. Я посыпала разноцветной посыпкой. Пасхальный кулич из дубного слоеного теста полностью готов. Разрезаю его еще теплым, поэтому срез немного пушистый. Когда кулич полностью остынет, стрельц получается гладкий. Куличи очень легкие, ароматные. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ставьте лайки, смотрите мои другие видео. Желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения.